Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пожалуй, говорить о качестве продукции компании ЛЦТ излишней М4СКБ одна из самых коротких винтовок, стоящих на вооружении у спецподразделений США Под промежуточный патрон 556 И предназначен, как я уже сказал, для спецподразделений и спецназа Для работы в очень замкнутых пространствах Реплика от компании ЛЦТ предназначена для тех же самых функций Для игры в замкнутых пространствах или на коротких дистанциях Данный привод на наших рынках относительно недорогой Учитывая, что мы говорим о компании ЛЦТ А причин этому сразу несколько Самая первая и, пожалуй, самая главная причина Это материалы, из которых он выполнен Да, несомненно, данный агрегат сделан очень качественно И в его конструкции не замечено никаких люфтов Ну, за исключением, возможно, цевья Но во всем остальном он уступает своим сородичам Почему? Данный привод снабжен телескопическим прикладом Максимальная длина при раздвинутом прикладе 780 мм Имеет 6 фиксированных положений Раз, два, три, четыре, пять, шесть Ну, какая разница Следовательно, настроить под себя может практически любой игрок Начиная от меня, такого маленького коротыша Ну, заканчивая самыми большими людьми Самыми великими людьми Которым удобно держать винтовку на расстоянии от себя Приклад выполнен из ударопрочного пластика Сидит на металлической трубе Из немагнитного материала Скорее всего, это, опять же, алюминий Либо силумин Приклад немного лифтит Но не настолько смертельный, как у той же цимы На торце имеется резиновая вкладка Которая очень плотно сидит И вряд ли когда-либо потеряется Если вы не начнете ее отбирать, собственно, пальцами А это не такая уж и простая задача Помимо своих основных функций В прикладе помещается аккумуляторная батарея Вся проводка выведена в приклад Ну, в принципе, классический вариант для М-серии Бодик или корпус также выполнен из немагнитного материала Скорее всего, это силумин или алюминий В принципе, и то, и то является правдой Потому что силумин это разновидность алюминия Это помесь алюминия Плюс кремния Целью также выполнена из немагнитного материала Даже видны следы литья Там поры какие-то Непонятные вкрапления В общем, качество его вызывает сомнения Но, несмотря на это Оно кажется довольно прочным И, как я уже говорил Оно слегка лифтит на самом приводе То бишь, требуются доделки Но с этой стороны начинаются вкусности Цевье у нас снабжено аж четырьмя планками Пикатинни Для того, чтобы нацепить на себя всякой гадости Например, те же ЛЦУ Лазерные целеуказатели Даже коллиматорные прицелы Возможно, даже оптические прицелы Потому что вдоль всего привода Идет две планки сверху Одна на цевье, другая на бодике Для того, чтобы закрепить на нем какой-либо прицел Который вам нравится больше Как по бокам, что слева и справа Если вы обратите внимание И даже снизу Есть также планки Пикатинни Которые закрыты заглушками Что очень приятно Потому что меня всегда бесило Когда на той же Цинке АК-74СУ Если вы видели предыдущий обзор Она там просто не закрыта И неприятно лежит в руке И режет Тут же рука ложится намного удобней И ничего не режет в вашу любимую ладошку А вот и еще одна вкусность В комплект данному приводу По всей видимости В замену аккумулятора Идет тактическая рукоятка Переноса огня Но я вам скажу Что качество ее Не особо вызывает доверие Закрепляется она На любой из планок Пикатинни И фиксируется нижним винтом Даже винт сделан целиком И полностью из пластика Прицельное приспособление Выполненное из алюминия Либо опять же алюминиевого сплава Покрытая краской Которая не вызывает особого доверия Этот привод практически не эксплуатировался Но при этом облупилась краска Уже на мушке И единственная Самая большая металлическая Стальная часть Которая примагничивается Огромным таким магнитом Это ДТК На данном приводе он съемный И под ним находится резьба На которой вы можете накрутить Имитацию глушителя Под стволом находится антабка Качество которой У меня вызывает дичайшие Просто дичайшие сомнения Потому что он не магнитный Собственно в процессе эксплуатации Возможность его отрыва Я приравнивал примерно к 80-70% Не знаю Возможно вы встречались с этим приводом Оставьте в своих комментариях Как же эта фигня Вообще функциональна Стоит ли ее менять Во всем же остальном Данный привод выполнен довольно неплохо Почему? Потому что нет ни одного люфта Он практически не гремит Единственное что гремит Это спусковая скоба Не знаю почему Она так плохо закреплена И Вы наверное слышите Что с ней происходит Да? В штатной комплектации Данный привод снабжается Бункерным магазином На 300 шаров Существует некоторая проблема Со штатным бункером Ну во первых Он почему-то выполнен Слегка не по размерам Поэтому Вставляется в магазинный приемник Довольно не уверенно И фиксируется Не всегда точно И теперь самое вкусное О чем я забыл упомянуть В начале этого выпуска Это версия Электроблоубэк ЕББ Да-да-да У этого привода Есть самая настоящая отдача Ну скажем так Имитация отдачи И он находится у нас Вот здесь Да В этом приводе Все вертится Все крутится Все нажимается И даже Вываливается шторка Под которой находится Система блоубэк Точнее там Шторка находится Система блоубэк Которая закрывает у нас Хопап Но камера хопапа К сожалению Пластиковая Прицельное приспособление У нас очень легко Съемное Можно быстро снять И поставить сюда Какой-нибудь Коллиматорный прицел Я не являюсь Фанатом М-серии Но вижу безусловно Ее преимущество Перед АК Это на мой Сугубо личный взгляд Да Сейчас будут кричать Я ради Диман Ты не прав АК лучший АК бьют рельс И тому подобное Но честно говоря Я Да Я очень люблю АК Но вижу огромные преимущества Во-первых Это питание Самих приводов Это магазины Бункерного или механического типа Которые В магазиноприемник Легко вставляется Шлепается И собственно держится Не надо думать О каких-то зубьях Которые отвалятся Ну конечно же Я говорю сейчас О страйкбольных вариантах И подача самого магазина Намного удобней Хорошо сейчас Современные приводы Сотой серии И даже некоторые старые Начали снабжаться Также планками Пикатинни Для крепления Оптических И иных прицелов А также ЛЦУ И также С движными И складными прикладами Которые стали намного Эргономичней И удобней Что у М серии Это уже давным-давно Я понимаю фанатов М серии Потому что изначально Они более тактичные И более удобны В эксплуатации Как говорится Делалось на ура И делалось все для людей Но в остальном Где-то вода Я думаю Ему будет бабочки Следуя по отзывам И очень быстро стирается Потому что выполнен Из довольно мягкого материала И наверное самое первое Что у вас сломается Это перестанет Задерживаться шторка Так что не особо Часто ее дергаете Та задолбался Я уже болтать об этом Давайте что-нибудь разнесем Итак Исходные данные В моих руках L4 CQB SE От компании LCT В базе 125 метров в секунду 0,20 шаром Совершенно забыл об этом сказать Да Этот зверь Выдает 127 125 метров в секунду За моей спиной Находятся наши мишени По которым мы будем Сегодня стрелять Разумеется Это воздушные шары И также я взял Механический магазин От компании CIME Давайте посмотрим Совместится ли Эти две штуки Встал прекрасно Теперь посмотрим Будет ли он стрелять Поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бункерный магазин Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Из тактик и технических Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok